Дорогие коллеги, я Константин Пжолов, президент РОК, председатель РОК Комитета по созданию Национально-демократической партии России. А вот кем я не являюсь, так это юристом. Я не юрист, я не адвокат, я всего лишь обвиняемый. По 282 статье мое преступление состоит в том, что я выразил сомнение в эффективности экономической модели Российской Федерации. Да-да, это не шутка, это данная экспертива. Но именно с этой стороны я кое-что могу сказать о происходящем. Все довольно просто. Нужно понимать, что эта самая машина репрессий действует прежде всего методом демонстративным, образцово-показательным. То есть берется человек, с ним действительно делается все, что можно, при этом делается в максимально грубой циничной форме. Делается это, друзья мои, за одним единственным, для того, чтобы запугать всех остальных. Вот сейчас взяли Константинова. Константинова взяли по нарочито абсурдному обвинению. Я думаю, после всего того, что вы услышали, всем достаточно понятно, что в любом нормальном суде подобное дело не то, чтобы развалилось, оно не могло бы начаться. Потому что такого рода показания никто не мог бы всерьез воспринимать. Это сделано демонстративно, для того, чтобы сказать следующее. Нам плевать, верите вы или не верите в то, что мы делаем. Мы сильны, мы можем это сделать. Надо сказать, кстати, и другое. Второе их оружие – это то, что нам всем внушают такую мысль. Если вы будете вести себя тихо, не будете высовываться, то вас не накажут. Это тоже неправильная мысль. На самом деле, наказывать они могут кого угодно и за что угодно. Ну, кстати говоря, чтобы не быть совсем голословым. Буквально, вот что называется, вчера были проведены обыски и предъявлены обвинения Егидару Джемалю, известному публицисту исламского толка. Я в данном случае сейчас не обсуждаю сами идеи Джемаля, но еще недавно он сидел в телевизоре и говорил определенные вещи. Сейчас за то же самое его судят. Вам не кажется это несколько нелогичным? Так вот, собственно, зачем это сделано? Точно так же демонстративно. Человека вынули из телевизора и сейчас, что называется, шпил статью. Типа, неприкосновенных у нас нет. Что мы можем сделать? На самом деле, нужно понимать, любая репрессивная машина имеет конечную мощность. Всех посадить нельзя. Поэтому именно... Ну, она вынуждена делать вид, что она может, что называется, перемолоть всех. Так вот, от нас сейчас требуется одно. Сознательный саботаж и противодействие этой машине. Речь не идет о каких-то великих подвигах. Мы не можем и не имеем права, что называется, штурмовать суды и тюрьмы. Но мы можем, например, доносить правдивую информацию о происходящем, именно полную правдивую, как хорошо сказал Владимир Ту, до публики. Если мы не можем это сделать через традиционное СМН, то хотя бы, что называется, сливать информацию в сеть. Если и это не получается, распространять ее всеми методами. Хотя бы разговаривать со своими близкими. Рассказывать о том, что происходит. И выражать свое отношение. Отношение суббукно негативное. Этого мало, но это уже что-то. Я могу сказать, что гражданское неповиновение, даже самое слабое, замечается наверху. Я это знаю по своему собственному делу и по другим делам. Там, где есть противодействие, хотя бы слабое, они отступают. У них появляется мотив отступить. Если его нет, если все молчат, то они продолжают наращивать, что называется, мощность машины, крутить ручку. Так вот, не думайте, что то, что вы можете делать, это слишком мало. Сделайте хотя бы это. Распространите информацию. Поговорите с людьми. Выразите свое отношение. Это очень важно. Благодарю.